С одной стороны, мы утверждаем, что источником познания является опыт. Опыт, да. Верно. Соприкасание с материальной действительностью, контакт с этой действительностью, изучение её, если хотите, экспериментирование с ней, естественно испытание, человек, который испытывает естество. Это эмпирический уровень. И кто не будет оспаривать его значение для науки. Но давайте брать глубже. Что такое априорный? Слово априорный означает доопытный. Латинское априори, априори, вот у меня здесь альманах есть, называется как? Априори, да? Априори. Это буквально означает доопыта. Апостериори, апостериори. После опыта. Вот два понятия, очень таких ёмких, и мы должны ими вводить. Поскольку мы поставили вопрос о возможности доопытного знания, конечно, ещё раз повторяю, что я сейчас занял позицию рационализма, эмпирики со мной не будут соглашаться, я буду менять позиции, специально, чтобы вы научились мыслить диалогически, чтобы вы были толерантами по отношению к разным точкам зрения, и умели их совмещать. Но вот я сейчас рационалист, так? Я говорю, что нет, есть нечто, предшествующее опыту. То, что я черпаю из разума, как такового, черпаю из разума, который выступает здесь, как некая самостоятельная структура, функционирующая независимо от чувственного аппарата. Мышление, абстрактное мышление, понятийное мышление. Мышление может быть и чувственное, мышление может быть чисто сенситивным, мышление в чувствных образах. Я сейчас говорю про высокий уровень мышления, мы назовем его логическим, абстрактным, понятийным, как угодно. Вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, для европейской традиции и в теории познания философии науки характерно убежденно, что вот есть априорное знание. Априорное знание. Какое место это априорное знание занимает в процессе научного творчества? Что такое априорное знание? Как это понятие развивалось? Как оно обогащалось в процессе своего развития? Вот о чем мы с вами сегодня должны говорить. Итак, еще раз повторяю. Важность этой темы. Мы поставили с вами вопрос об источнике знания. Мы выявили возможность двух подходов решения этой проблемы. Мы сегодня остановимся на одном из подходов. Это рационализм. И в рамках этого подхода мы берем самое главное в рационализме. Учение об априорных формах познания. Учение об априорных истинных и так далее, и так далее. И в результате. Априоризм может себя продекларировать следующим образом. Ученый может приходить к истине без всякого обращения к чувству на опыт. Я в связи с этим вспоминаю очень интересную легенду древнегреческую. О демокрите. Велозово демокрит. Вот он был рационалистом. Он считал, что надо смотреть в себя. Смотреть свое мышление. Оттуда черпать истину. Вот здесь такое представление легендарное, что он направил на себя, на свои глаза зеркала и потерял зрение сознательное. Программно потерял зрение. Для чего? Для того, чтобы обрубить чувственные каналы. Для того, чтобы отрезать от себя иберический мир. Он для него помеха. Да, эта легенда, она очень философична. крайняя экстремальная форма отказа от чувственного опознания. Столько крайне, что человек вот даже себя лишает зрения во имя внутреннего взгляда, во имя внутреннего зрения. Это зрение разума. Это глаза индивидуальной интуиции, обращенные в некий глубин. Существует вот такое априорное знание. Вы поведите, что это очень важная проблема. Важная во всех отношениях. Даже если чем-то мы не будем соглашаться, мы должны это знать и принимать во внимание. Эта проблема имеет очень интересный выход в педагогику. Принципиально важный для педагога. Знание. Приобретенные и врожденные вот это запишите у себя. Знание приобретенное это знание, которое добывается прежде всего эмпирическим путем. Конечно, работает потом рациональный канал, логический канал, но прежде всего ведь здесь работает чувство. Когда человек приходит в мир, это общение с миром, взаимодействие с миром связано с его чувственностью. Это абсолютно бесспорно разумеется и разум здесь содействован и очень мощно содействован, но первично является чувственное познание. Это фундамент. Вот. И с другой стороны альтернатива врожденное знание. Если у ребенка какие-то врожденные структуры, врожденные структуры, ну скажем, связанные с какими-то представлениями фундаментальными, ну скажем, с представлением о добре или даже о Боге, или это все закладывается через чувственные опыты, через чувственные каналы, или есть некоторая предзаданность, великий вопрос. От того, как вы его решите, вы будете строить свою стратегию работать с учеником. Правильно? Да. Одно дело, если вы считаете, как и Платон, что вот за ребенком стоит опыт вечности, вы будете этот опыт учитывать, будете его раскрывать. Если вы идете с Аристотелем, это у них был спор такой, что в сознании ребенка это чистая доска, там была разная, это термин не Лока, а Аристотеля, вы будете совсем другую стратегию использовать. Так что эта проблема очень многоаспектная и в плане Голосовского, и в плане педагогического. А приорное знание? Вот я сегодня рассмотрю несколько моделей приорного знания. Я хочу начать с Карла Юнга. Карла Юнга. который развивал учения в архетипах. Архетипы. Можно сказать так, опираясь на Карла Юнга. В процессе познания ученый проявляет некие архетипы. Фундаментальные архетипы проявляет и дает им новое заполнение. Новое заполнение. Я сейчас это все расшифрую, все это подробно рассмотрю. Самое главное, что в терминах Юнга можно сказать так. Важнейшей гранью познания является контакт с миром архетипов, взаимодействие с этим миром, их вывод архетипов с уровня бессознательного на уровень сознания. Заберем себя. Архетипы это структура, которая пребывает в нашем бессознательном, в нашем коллективном бессознательном. Карл Юнг утверждает, что не только мифология, где архетипы, конечно, очень мощно проявляются, но и наука, точная наука, строится на архетипах, сдерживается на архетипах. Вот это одно из самых эпохальных утверждений психоанализа, основоположника которого был Карл Юнг. Философия науки на Западе очень серьезно относятся к Карлу Юнгу и в курсе философии науки психоанализа занимает очень большое место. У нас более скромное. Хорошо, что такое архетип? Сам Карл Юнг многократно давал определенные архетипы, но определения всегда несколько зыбкие, не дворические больше. Это действительно как-то скользает от точки дефиниции. Я хочу, прежде чем давать определения, которые будут звучать пусто, пока я не напомню, я хочу начать с примеров. Я сейчас вам покажу, как проявляется один и тот же архетип в разных ситуациях, а потом мы обсудим, что такое архетип. Философия давно почувствовала, осознала, что мир развивается как? От простого к сложному, правда? Элементарно. От простого к сложному. Интуиция это подсказывает сразу, этот алгоритм движения от простого к сложному. или уже несколько более сложно, мы бы сказали так, и развитие идет от одинного ко многому. От одинного ко многому. Параллельный путь, где-то он совпадает с первым путем, но здесь уже начинаются сложности. Мы сейчас не будем обсуждать понятие единого, хотя какие-то элементы единого мы сейчас наметим, да? Все начинается из единого. Это бесспорно. Бесспорно. Единое это и есть простое. А что значит простое? Как где-то в области связать? и так развитие идет от единого к сложному, от единого ко многому, от простого к сложному, и поскольку здесь есть окладка смыслов, то мы можем говорить, что единое просто, а простое единое. У нас есть полное основание. Что такое простота? Запишем себе. Простота это отсутствие структуры. Единое не может иметь структуру, ибо структура это что? Это счастье. А если счастье, это множественность. Очень рано человеческая интуиция приходит к понятию единого. Одно из самых великих понятий, вокруг которого в велике ведутся очень сложные, очень глубокие философские дискуссии. хорошо. Идет развитие, начинается развитие. И вот здесь первый алгоритм, универсальный он был, этот алгоритм нащупан и в Древнем Китае, и в Древней Индии, и в Древней Греции. Единое раздваивается. Единое раздваивается. Раздваение единого. То, что сегодня называют бифуркацией. Вот собственно говоря, я сейчас уже говорю на языке архетипов. можно говорить, что единое это архетип. И Юнг сказал бы, что вот у нас живет память единого. Мы все вышли из лоны единого. И вот даже без знательного есть эта память. Юнг скажет, что творение мира, ну, не обязательно божественное, вообще проявление мира, это раздвоение единого. Раздвоение единого, расщепление, вот я сказал бифуркация, да, расщепление единого. И Юнг скажет, что вот наше бессознательное несет память этого раздвоения. И вообще-то это раздвоение, оно очень, я бы сказал, так, драматично и трагично, потому что здесь целостность раскалывается, единое целостное, здесь возникает поляризация, единое раздвояется до противоположности, естественно, дать. Вот. Можно говорить об архетипе единого, можно говорить об архетипе раздвоенного единого. Вот этот архетип сейчас нас с вами и заинтересует. Я вам дам три примера, как этот архетип себя проявляет. Два примера мифологических. Один архетип строго научный. Вот будьте внимательны. Три сюжета. Мы должны их сопоставить, сравнить и найти сквозное подобие, хотя сюжеты совершенно разные. Древнерадский миф о том, как в мире возникло добро и зло. Ну, понятно, что добро и зло это, запишем себя, добро, это дуализм, да, это двоица, двоица, да, внутри которой действуют силы антагристические, силы отталкивания. Вот вопрос, который особенно мучил древних иранцев, древних персов, что одно и то же. Как на этот вопрос отвечать потрясающий миф, один из самых ключевых мифов истории противоречества. Мир говорит, что вначале был бог Зерван. Давайте уже будем записывать некоторые даже такими логическими имена Зерван. Его определяют как бесконечное время. Зерван это бесконечное время. В то же время мифы персонифицируют это и бесконечное время, но это и в то же время некий образ. Миф противоречив, миф иранационален. Но будем исходить из того, что перед нами как бы образ вечности, образ единого. Потому что кроме Зервана нет ничего. Вот есть Зерван, такое чистое время, время, которое есть вечность. Представьте себя, полное одиночество, но у Зервана это как бы некий абсолют, единый абсолют, единое начало. Зерван хочет иметь сына. Вот здесь начинает работать архетип, который станет основой христианства. Архетип Бога Отца и Бога Сына здесь уже себя заявляет. Хорошо, Зерван хочет свое одиночество как бы прервать и родить сына. Ну, конечно, как он это будет делать, мы не знаем, миф есть миф, миф и рациональен. У него есть всякое такое желание. Он начинает возносить молитвы, начинает приносить жертвы, как он молитвы, какие у него могут быть жертвы, когда еще нет ни мира, ничего нету, да, это вопрос нас, не должен волновать, миф, а логичен. у него есть желание, но не рождает у него сына, не зачинает у него сына. И здесь миф во дворе сделают гениальный ход. Зерван начинает сомневаться, сомневаться в своих возможностях, сомнения, о, это вообще великая сила сомнения. А что такое сомнение, это когда человек двоится, верит или верит, правильно, да. И сила того, что мысль Дерван начинает двоиться, колебаться, колебаться, осцеллировать, в нем начинается сразу два сына. Потрясающий ход биологического сюжета. Ну, тут очень много коллизий происходит внутри, еще до рождения двух сыновей. Это будущий Армуст, бог добра и Ариман, будущий Ариман, бог зла. То есть здесь в чистом виде сработал архетип раздвоенного единого. Ну, что такое архетип? Ведь, когда я говорю раздвоенный един, это очень абстрактно, правильно, очень абстрактно, очень, я бы сказал, даже туман это все звучит, мы любим наглядность, и вот миф это делает наглядным. Миф этот архетип наполнил, наполнил вот образностью, и это самое главное для мифа. Миф это проявление архетипа, настоящий миф проявляет архетип. Хорошо, это один сюжет. Теперь возьму другой сюжет, пир Платона. Пир Платона, это диалог, где вот обсуждается проблема любви, как и откуда возникла любовь, и там развивается миф об андрогинах. Андрогин, вот я жалею, что я с собой книжку взять свой андрогин. Вот, андрогин это существо, не знающее разделение на мужское и женское. Вообще, потенциально там уже присутствует мужское и женское, но вот оно как-то еще это разделение не проявилось морфологически или физиологически. Андрогин, они шарообразны, шарообразны, да. То есть, вот внутри них есть мужское и женское начало, но эти два начала еще не дифференцированы. Андрогин это вопрос единого, как и Зерван. Вообще, андрогин и счастливы, потому что в едином нет никаких противоречий, не зря вся мистика стремится к единому. Андрогины преуспевают и настолько преуспевают, что у них появляется амбиция занять место Зевса на Олимпе. Ничего себе. Зевсу-то не нравится и Зевс наказывает андрогинов. Он их рассекает пополам. Пополам. Появляются мужчины и женщины. Что такое любовь? Да мало того, что Зевс рассек андрогинов на две части, он еще эти части как-то разбросал на больших расстояниях. На расстояниях почти что космических. Что такое любовь? Это стремление половинок соединиться. Настоящих половинок. Сделать это очень трудно. Часто не те половинки соединяются, поэтому нет настоящей любви. Много разводов. А вот когда подлинная половина друг друга находит, это и есть вечная любовь. Это и есть восстановление целостности. Тогда два я становятся как одно я. Это и есть настоящая любовь. Любовь преодолевает разделенность, дифференцированность. Вот, смотрите, второй миф, да? В этой мифе действует тот же самый архетип. Архетип раздвоенного единого. Совсем другие краски, другие обертона. И, наконец, третье. Научное представление. Научное представление. Вот нас интересует, как возникла материя, как возник космос. Сегодня мы можем сказать об этом очень и очень определенно. мы знаем, что вначале был вакуум. Вот я говорю почти что в библейском любви. Вначале было слово, а я говорю, вначале был вакуум. Вакуум это, если хотите, физикализированное и единое. Вакууме нету никаких дифференциаций. Ну, в плане философского вакуум это ничто. Но ничто это вообще категория бездонная. Да, это полнотоотсутствие, это непроявленность будущих качеств и свойств. Хотя вакуум живет какой-то своей губиной и станет раной жизнью. Но это все-таки в плане нашего восприятия это есть ничто, виность. Это почти что небытие. Хорошо. Мы знаем, что 18 миллиардов лет назад вакуум потерял равновесие. Но вакуум абсолютно симметричен. Что такое симметрия? Это состояние стабильности, гомеостаза, симметрия. Вот произошло, как говорят, спонтанное нарушение симметрии вакуума. Кто его всколыхнул? Может Бог, может случай. Тут есть самые разные сценарии. Это никогда не будет нами понято окончательно, потому что Вселенная возникает как квантовый объект. А если там было квантовым объектом, то стирается всякая информация о начальных условиях. И поэтому концы и начало они всегда спрятаны от человека. Потому что это квантовая структура. Хорошо. Вакуум возбуждается, вакуум теряет симметрию и мы видим, что из вакуума начинает как бы бить две струи. Вакуум поляризуется и выхлёстывает из себя вещество и вещество. Вещество это вещество. Которое потом будет регулировать, будет взаимодействовать, превращать свое излучение. Но схема-то видите, Раздвение единого на противоположности. В чистом виде. Мы говорим, что вакуум это ничто, которое раскололось от этого очень удачного выражения эстонского физико-милософа на 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 вакуум поляризовался на нечто и анти нечто. Очень хорошая игра слов. Было ничто, которое поляризовалось на нечто и анти нечто. Вещество и анти вещество. Вот смотрите, три примера. Совершенно разные области. Древнеиранский миф. Литературный миф Платона. Платон придумал миф о Мандрогене. Это ненародные предания. Это творчество Платона. Или, конечно, новейшая космология. Совершенно разные области. Архетип один и тот же. Архетип один и тот же. Вот такой архетип. Вот это сказал так. Некая матрица. Некая матрица которая заявляет себя в определенных ситуациях и требует наполнения. Наполнение. А наполнение бывает самое разное. Но сравнивая вот эти наполнения друг с другом мы видим сквозное подобие. Но я хотел бы, чтобы мы с вами записывали какие-то мысли связанные с идущие от первоисточников. Чтобы у нас был небольшой цитатник. ничего в этом слове не вижу. Я хочу вам предложить сейчас записать слова Карла Юнга по поводу архетипа. Речь о представлениях научных, мифологических. В моих примерах было два мифологических представления, одно научное. Вот формирование этих представлений в тенденции формирования этих представлений вокруг одной центральной идеи. Одной центральной идеи. Двоеточие. представления могут значительно отличаться деталями. Представления могут значительно отличаться деталями, запятая. Но идея лежащей в их основе остается неизменной. но идея лежащей в их основе остается неизменной. Но идея лежащей в их основе остается неизменной. Собственно говоря, все, что я говорил, это было иллюстрацией или серией иллюстраций в этом водовинтальном положении Юнга. Вот здесь уже здесь уже как бы проступает определение архетипа. Запишемся. Архетип отразляется с идеей. Но у нас будет особый разговор о идеях, понятиях. Скажу только одно. Это надо здесь немного задержаться. Но наука не может без понятий. Правильно? В нормализированной понятиями стоят идеи. Я не буду сейчас различать семантику слова понятия и семантику слова идеи, но вы прекрасно понимаете, что идея не оформляется в форме понятий. Часто эти тезаурсы, значения двух этих слов перекрываются. Вот Сократ. Чем велик Сократ? Сократ впервые задумался за таким вопросом. Будьте сейчас внимательны. Я возьму пример эстетический. А почему мы называем прекрасными разные объекты, между которыми нет ничего общего? Прекрасная женщина, прекрасный цветок, прекрасные бабочки, прекрасное здание, прекрасная работа, прекрасное настроение, прекрасная погода, прекрасные стихи. Почему? Все, что я сейчас назвал прекрасным, это область единичного. Правильно, да? Наш эстетический опыт, он, конечно, опыт чувственный. Это понятно, да? И это как же может быть иначе? Эстетика есть, наука чувственная реакция на красоту. Почему? Почему вот все-таки мы пользуемся общим понятием прекрасного? Сократ об этом много думал. он любил людей провоцировать на размышления и задавал вопрос, что вы считаете красотой? И он получал какие ответы? Получал примеры. Вот прекрасная лошадь, вот прекрасный цветок. Примеры какие? Апелляция к единичному. Это не философский ответ, это иллюстрация. Иллюстрация частная, правильно? А вот что такое прекрасное вообще? Вот пишем прекрасное вообще, доброе вообще, справедливое вообще, вообще. Ну вот Сократ пришел к той мысли, что это уже я вот перехожу к следующей части лекции постепенно, что когда-то наша душа бессмертна, до своего рождения она пребывала в этом мире вечности, это и есть мир идей. И память идей, она запечатлелась в душе, память идей. И когда душа видит прекрасный предмет конкретный, частный, это уже мир вещей, это уже проявленный мир, он этот прекрасный предмет ассоциирует с идеей прекрасного вообще, которым открывалась юридичность. То есть что такое Платон, Платонова идея? Это это в нашем сечении, если хотите, источник общих понятий. Вот за общими понятиями прекрасного вообще стоит идея прекрасного. Фактически общее понятие прекрасного это и есть идея прекрасного. Я не хочу, чтобы мы всегда и везде эти понятия синтезировали, понятия идеи с понятием понятия, получается татология такая, а что делать? Но чтобы мы эту связь имели ввиду? Так вот наука она формирует понятия, она формирует понятия, да. Наука обобщает материал, обобщает через понятия. И вот Сократ скажет так, что понятие прекрасного образовано не за счет того, что мы с вами индуктивно изучали отдельные проявления прекрасного, а потом обобщили. Нет, Сократ скажет, что вначале была идея прекрасная, которую душа запомнила, находясь там, а теперь она вот узнает отблеск этой идеи прекрасного в конкретных одничных вещах. В терминах Арла Юнга существует архетип красоты. Вообще Платон употребляет слово архетип как синоним слова идея. Это звучит и у Юнга здесь. Вот. вокруг одной центральной идеи. И вообще Карл Юнг не раз думая о том, что такое архетип, как это людям подать, поднести, не раз апеллирует Платону. И я могу привести следующее. вот пишем опять цитата из Юнга. Архетип это пояснительное описание платоновского эйдеса. Эйдес это то же самое что идея. Идея как бы уже начавшая себя проявлять. Архетип это пояснительное описание платоновского эйдеса. так он это понимает. Но я сейчас просто хочу установить связь между понятием архетипа и понятием идея. Потому что если я не успею это сегодня, я это сделаю в следующий раз, априоризм априоризм в теснейшем образом связан с таким представлением врожденной идеи. Здесь уже термин Платона используется напрямую. рожденной идеей. Идея прекрасного она оброждена. Ну-ка эстетика, ну-ка эстетика. Ну да, она должна изучать одиничные проявления прекрасного по Сократу и по Платону. Но гораздо полезнее если вот ученый в себе проявит идею прекрасного. Если он активизирует память вещи, которые себя несет. Идея прекрасного приорна. Архетип прекрасного априориа. Это то, что было раньше опыта. Прежде опыта. Хорошо. Значит, возвращаясь к понятию архетипа, я хочу это все-таки закончить. Еще некоторые примеры архетипов. Некоторые примеры архетипов. Вот Карл Юнк утверждает, что существует так называемый архетип трансформации. Пишем архетип трансформации. Что такое архетип трансформации? Превращение одной крайности в другую. Архетип, который фиксирует переход, взаимопереход противоположности. Я сейчас должен один сложный термин ввести, потому что он используется у Юнга. Значит, греческое слово запишем у себя энантиодромия. 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 Запишите. Это сейчас очень популярный термин. Энантиодромия, энантиоморфизм. Буквально это встречный бег, если перенести встречный бег. Бежим на встречу друг друга. Противоположности бегут на встречу другу и сталкиваются. Вот здесь как раз и происходит самое интересное, когда противоположности взаимодействуют. Буквально встречный бег, ну а если от буквального перевода перейти к переводу смысловому, то это встречи противоположностей, пересечения противоположностей, взаимодействия противоположностей. Давайте я запишу сейчас статуи из Юнга, и потом сделаем перерыв. Ход процесса, он имеет в виду процесс познания, пишем Юнга. Ход процесса имеет, как правило, анантиодрамическую структуру. Пишем дальше. Устанавливающий ритм, анантиодрамическую структуру, устанавливающий ритм отрицания и полагания. Отрицания и полагания. Запятая. Потери и приобретения. Потери и приобретения. Светлого и темного. Вот это диалектика, понимаете, это то, что мы называем диалектикой. Архетип трансформации, я бы сказал, это архетип диалектического мышления. Когда мы плетем узор из тез и антитез. А без этого узора нет познания. Познание держится на этом узоре, это канва познания. Уток и основа. Ткань познательного процесса. Вот она здесь проявлена. Согласно Карлу Юнгу, не нужно обучаться диалектике. Не нужно. Она заложена в нас. Карл Юнг считал, что вообще архетипы, как он выражается, они имеют психоидную природу. Запишем слово психоидную природу. Что означает слово психоидный? Не психический, а близкий к психическому. Близкий к психическому, он близкий и к материальному. Говорят другими словами, хотя архетип находится в легендерном безогнательном, да. Архетипы глубже психики. Глубже психики. Архетипы уходят своими корнями в бытие. Ну, если хотите, уходят своими корнями в неживую природу. Многие структуры в неживой природе, они архетипичны. Я это покажу вам на некоторых примерах. То есть, как вы понимаете, согласно теории Юнга, очень многое в нашем познании связано с способностью проявлять архетипы. Проявлять, да? Выводить их наружу. И докладывать на них какие-то новые конкретные краски. Это могут быть краски мифа, это могут быть краски научной теории. Так или иначе, согласно Карлу Юнгу, в общем-то, процесс познания сводится к переводу к переводу архетипа с бессознательного уровня на уровень осознания. Но я сделаю маленький перерывчик. Архетипы можно определить как некие проформы. Проформа познания. Априорно присутствующие в нашем бессознательном. Если хотите, это некие матрицы. Матрицы в виде силовых полей. Я говорю сейчас, это такие метафоры. Матрицы — это метафоры, силовые поля — это метафоры. Которые организуют материал. Материал мифа, материал теории. Вносят в него структуру, вносят в него смысл. И так далее. Природа архетипов таинственна. То, что они реально, то, что они имеют колоссальное значение для науки. И он хочет сказать, что большинство научных понятий имеет архетипическое происхождение. Но возьмем, скажем, понятие энергии. Физическое понятие. Оно вообще своими корнями входит в архетипическое представление магической силы. Магической силы. Энергия. И магия здесь взлетает. И так далее, и так далее. Ясно, что архетипы априорны. И никакого отношения к нашему опыту не имеют. Хорошо. Это первый сюжет. Второй сюжет. Опять-таки мы возвращаемся к Платону. К Сократу. С теорией априоризма связана так называемая концепция анамнезиса. Пишем слово греческое. Анамнезис. Анамнезис. Что буквально означает припоминание. Я уже фактически подошел к этой категории, к категории анамнезиса, когда вспоминал спор Платона и Аристотеля. Сейчас этот спор я разберу более детально, хотя не буду все-таки углубляться в подробности. Вот этот спор, который проходит через века. Платон говорит, есть врожденные идеи. Идеи, которые восходят в вечности. Душа до своего воплощения пребывала в измерениях в вечности. Душа запоминала, тоже видела там. А мир вечности это мир идей. Это ведь мир нематериальный, это мир непредметный. Это мир сущности. Приход в этот мир для души трагедия. Это как удар. Буквально ошибает память у души. Она забывает то, что видела там, в вечности. Нужно научиться вспоминать. Нужно научиться проявлять скрытое содержание души. Очень интересная установка. Очень интересная установка. Платон прямо так и говорит, что познание это припоминание. Припоминание, виденное в потустороннем мире. В той запредельной другой реальности. Напомню, что оппонент Платона Сократ считал, что нет врожденного знания. Что все знания являются припретенным. Мы выходили сегодня в знаниях социальных в своем генезисе. Ничего биологического в нем нет. Биологического, генетически предопределенного нет. Это наработка человека. Наработка в процессе его общения с миром. С себе подобными существами. То есть наработка сугубо социальная по своей сущности. По своему характеру. Прекрасно. Так вот, какие аргументы Платон приводит в пользу теории анамнезиса. Есть у Платона такой диалог. Называется Минон. Вот я хочу о нем сейчас вам подробно рассказать. В этом диалоге Сократ спорит с Миноном. Минон это герой диалога. Одно из действующих лиц. Спорит о том, как раз врожденного знания. Сократ предлагает пригласить мальчика. Мальчик из простой семьи. Мальчик нигде не учился. И Сократ хочет доказать, что мальчику известны априорно. Известно априорно известны все истины геометрии. Геометрия пользовалась особой любовью древних греков. Геометрия это наука, где идеализация достигает. Максимума. Идеализация мабылиогрита в этой форме познания. Но вы уже догадывались. По контексту, что я имею ввиду. Наука довольно-таки абстрактная. Хотя связана с изучением предметного мира. Сам термин геометрия подразумевает землемерие. И так Сократ берется доказать, что мальчик обладает в рожденном знаме. Знаете, насколько это важно для науки. Может быть, великие открытия совершаются в силу анамнезиса. Мы вспоминаем какие-то тайны того мира. Тайны, закрытые для этого мира. Но мы через анамнезис их проявляем. Я хочу вам предложить сейчас написать вот эту же цитату. Цитату из Платона. Говорит Сократ. Имеется, вот опыт с этим мальчиком. Опыт я раскрою позже. И в то время, когда он уже человек. Я хочу, я говорю, о мальчике. То есть, уже родился. И в то время, когда он уже человек. И в то время, когда он уже человек. Запятая. И тогда, когда он им еще не был. Ведь мы же не были людьми до своего рождения. И тогда он еще не был. А в нем должны жить истинные мнения. В нем должны жить истинные мнения. Которые, запятая. Если их разбудить вопросами. Вот здесь целая педагогическая программа заводена. Программа вопросно-ответного метода. Которая, если их разбудить вопросами. Становится знаниями. Становится знаниями. Запятая тире. Не все ли время. Не все ли время. Будет сведущей его душа. Не все ли время будет сведущей его душа. Вопрос. Ведь ясно. Что он все время. Либо человек. Либо не человек. Ведь ясно, что он все время. Либо человек, либо не человек. То есть, жизнь до рождения, жизнь после смерти. Это нечто единое, непрерывное, целостное. И на всем этом пути человека. Он существо знающее. Существо, которого геометрию не нужно обучать. Нужно помочь вспомнить мальчику геометрию. Вот эта установка, имеющая для европейской философии науки, огромное значение. Как работает Сократ? Вот он изображает квадрат. Квадрат, да? Но мальчик сразу понимает, что это квадрат. Вот эти вот... Кстати говоря, здесь очень много пересечений с Карлом Юнгом. Вот Карлом Юнгом говорит, вот когда ты спросишь у человека, какое нечетное число минимальное. Минимальное, да? Он скажет два, правильно, да? Обратите внимание, поработайте с детьми. Ведь не нужно этому учить. Это истина, которая озаряет нас как бы сама собой. Ну, мы, конечно, можем оспорить теорию предсмертного и предсмертного пребывания души в другой реальности, ее контакт с миром, идея, это все, конечно, мифологема. Но что здесь главное, да? Что имеется некая врожденная структура, априорная структура. Вот мы это акцентируем. Как это объясняется, как это интерпретируется, нас, конечно, интересует, потому что это история науки. Но интересует в меньшей степени, потому что интерпретации устарели, а суть-то она остается очень и очень актуальной, значит, хорошо, мальчик понимает, что это квадрат. Перед ним ставится задача. Вот исходить с этого квадрата, с ним поработать и построить квадрат с удвоенной площадью. С удвоенной площадью. Мальчик начинает думать и говорить. Ну, давайте удвоим сторону квадрата. Удвоим сторону квадрата. И на основе этой стороны построим новый квадрат. Мальчик это делает, и вдруг понимает, что он решил задачу неправильно. Почему решил неправильно? Потому что здесь уже будет не удвоение площади, а что будет? Учетверение, правильно? Да, или иначе я не буду, я вот это просто, вот я бы сказал так, я бы считал необходимым в вузах изучать этот диалог мином. Потому что, вот я удивляюсь, как вот на факультете начального обучения, образования, проходит мимо этой проблематики. Это так интересно. Мальчик сам доходит до той мысли, что надо построить новый квадрат на диагонали первого квадрата. На диагонали, так. И вот Сократ хочет говорить, что мальчик решил задачу, не изучая геометрии, так, вот. А только на основе того, что он припомнил, припомнил то, что он знал от вечности. То, что он знал от вечности. Сократ говорит, мнение, то есть, мнение это вот истина, это какая-то информация. Теперь эти мнения зашевелились в нем словно сны. Вот педагог пробудил это про память, да, про память архетипов. А если бы его стали часто и по-разному спрашивать о том же самом, о геометрии, да, будь и верен, он, в конце концов, ничуть не хуже других, приобрел бы на этот счет точные знания. Значит, задача педагога пробудить спящее, бессознательное, и активизировав его, научить ребенка черпать знания из себя, минуя, минуя путь эмпирический, путь опыта. Вот это очень интересные установки. И они, конечно, в плане эвристичности никогда не померкнут, никогда не потеряют свои привлекательности. Хорошо. А нам нельзя, если мы с вами разобрали. Перейдем дальше. Нам сейчас нужно выйти на Декарта. На Декарта. Рене Декарта, это уже 17 век. Мы как бы вот идем поэтапно, да, хотя большие у нас в времени провалы, но это такова и история клеоризма. Декарт. Великий основоположник рационализма в его европейском варианте. Мы к Декарту будем возвращаться еще не раз. Не раз, так. Вот я сейчас, потому что Декарта, вот знаете, вот это его учение о методе, оно прибыль особого рассмотрения. Вот кратко о Декарте. Как вот он пришел к концепции выраженных идей, которая для европейской гоносеологии была и остается где-то очень таким важным мотивом, важной темой. Вот будем сейчас внимательны. И когда будет пара вопросов о Декарте, вот будет вопрос о его методе отдельное, все равно нужно начинать с того, что я сейчас скажу. Хотя вот мы разобьем материалы Декарте на две части, но то, что я скажу, для обеих частей важно. Что Декарт, вот он хочет построить систему точного знания, философского знания, точного знания. На что опереться? Вот проблема основания, проблема фундамента. Очень серьезная проблема. Потому что Декарте убежден, что...